— Сегодня мы говорим об ароматах и ароматизаторах. Наш сегодняшний гость — химик-флейворист Сергей Белков. — Коллеги, проходите, пожалуйста. — Да, если не сложно. — Тут есть места, и не надо стесняться. — Смотрите, мармеладка, в общем, задача очень простая. Вы ее просто попробуйте. Она нормально, съедобная, там ничего такого нет, я ничего не подкладывал. Нет, честное слово, там есть некий аромат. Задача — угадать, что это за вкус. Вкус достаточно всем известный. Я пока начну, а потом я, наверное, к этому вернусь. Обычно, когда говорят об ароматизаторах, в голову приходит некая такая страшная вещь, что это какая-то страшная химия, которую добавляют, сначала варят на химических комбинатах, потом добавляют это все еще в нашу продукцию, потом это все едимо, от этого болеют наши дети, и вообще все страшно. На самом, конечно, деле все совсем не так. Все, что есть в ароматизаторах, это, на самом деле, конечно, химия. Это, конечно, химия по одной простой причине, что химия — это вообще-то все вокруг, вещество не химическим не бывает. И, в общем-то, вот эта молекула, схематическая ДНК, это тоже химическая молекула. Мало того, все мы, в общем-то, можем быть описаны в каких-то достаточно подробной степени совокупностью химических реакций, и ничего страшного в условиях химии нет. Другое дело, что есть какие-то химические вещества полезные, есть какие-то вредные, в зависимости от концентрации и так далее. В общем-то, наши запахи, все ароматы, вообще чувство вкуса и чувство обоняния — это, по сути, как раз и есть то самое химическое чувство. Зрение — некое оптическое чувство. Звук — это чувство, которое воспринимает звуковые колебания. А обоняние — это конкретное чувство, которое воспринимает действие конкретных молекул на наши рецепторы и ничего более. То есть поэтому, естественно, любые ароматы, они по сути собой химические. Когда мне говорят в телепередаче, вот у этого продукта химический запах, это немножко, конечно, правильно, потому что ни химический запах не бывает. И такой ключевой момент, который я хочу просто подчеркнуть в самом начале, то, что необходимо четко различать понятие еды и аромата. Потому что то, что находится в еде, какие-то белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы — это еда. Эти вещества могут влиять на вкус, могут не влиять на вкус, но они в 99,5% случаев вообще не пахнут. То, что в наших продуктах пахнет, то, что в косметике пахнет, это какие-то мизерные количества душистых веществ, а с того, на самом деле, именно какой-то питательной ценности наших продуктов на самом деле не имеют никакого отношения. То есть в некоторых случаях имеют. Там спиртом, например, и пахнет, и питательной ценностью обладает. Но в данном случае это, конечно, исключение. Вот. А вы попробовали мармелад просто? Ну как вы думаете? Все поняли апельсину? Сразу поняли, что апельсин? Я вот тоже сомневаюсь. На самом деле это такая, знаете, демонстрация факта, то, что цвет имеет тоже вкус. Вот достаточно мармелад был покрасен в синий цвет. Я покрасил бы в желтый цвет, вы бы его угадали бы, я уверен. То, что достаточно покрасен в синий цвет, это уже избивает со вкуса. Поэтому вот такая, знаете, относительность нашего обоняния. Позже к этому вернемся. Первый ароматизатор, который, ну считается сейчас, что ароматизатор — это некое изобретение, не знаю, последних, может быть, 50 или 100 лет, это, конечно, все ерунда. Первый ароматизатор придумал, ну это было, конечно, не Homo sapiens, это произошло намного раньше, это был не мамонта, какой-нибудь неизвестный африканский зверь, которого впервые зажали на костре. Дело в том, что, причем этот ароматизатор, по сути, искусственный, дело в том, что кусок мяса, если мы вспомним, он не пахнет. Вещества, которые есть в мясе, ну он пахнет, там есть какие-то вещества душистые, которые пахнут, но, по сути, вещества, которые дают запах жареного мяса, запах хвореного мяса, их в самом мясе не содержится, никогда не содержалось. Они образуются в результате некой достаточно сложных совокупности химических реакций, которые происходят с веществами, которые есть в мясе, они там взаимодействуют, при нагревании образуется, куча новых веществ, их количество огромное, но, по сути, они искусственные, в том смысле, что они до того, пока мы это мясо не пожарили, их в живой природе никогда не существовало, и мы их никогда до этого, в общем-то, не пробовали и не ели. Хотя сейчас мы только их, по сути, едим. Ну это уже более, так, скажем так, да, относительно современные времена. В общем-то, красный перец, это тоже, по сути, ароматизатор, это не еда, питаться красным перцем, это достаточно тяжело. Его использование, в общем-то, в пищу не было связано с какими-то, конечно, вкусовыми качествами, его использование в пищу было связано, скорее, с тем, что он обеспечивает, ну, бактериозы, как бы, позволяет дольше сохранить продукт, а как расплата приходилось есть острую пищу. Ну ничего, мы все привыкли и тоже едим, хотя нельзя назвать это самым полезным веществом и самым вкусным. Не очень же вкусным. В то же время появляются некие достаточно сложные пищевые технологии, которые дают новые запахи, которых тоже до этого не было в природе. Ну, они, может, и были, но мы их, эти вещества, которые входят в состав этого запаха, например, сыр, виноделие, по сути, опять же, мы не стремились делать продукт с каким-то вкусом, мы как человечество, а мы, основная задача была сохранить, законсервировать молоко. В процессе этой консервации бактерии выделяют какие-то там свои вещества, которые уже обладают вкусом и которые мы сейчас до сих пор потребляем, считая, что этот вкус для нас традиционным, приятным и так далее. Вот, это поле горчицы. Ну, вообще, зеленой горчицей не пахнет, но суть в том, что, в общем-то, горчицу мы тоже начали использовать совсем не из-за его вкусовых качеств, хотя сейчас запах горчицы многие очень любят, и вкус горчицы очень многие любят. Как раз тоже в связи с тем, что она позволяла сохранять продукцию, а как расплата за это нам предстояло привыкать к ее острому вкусу. Мяту, которую римляне начали использовать, тоже не из-за вкуса, и вообще-то изначально, насколько мне удалось как бы раскопать информацию, она изначально была как медицинское средство. Уже позже мы ее начали использовать именно в качестве ароматизации для придачи аромата нашей пищи. Разумеется, первые рабы, которые пожарили кофе, они тоже, в общем-то, сделали, произвели на свет кучу искусственных химических веществ. Искусственных, опять же, почему ситуация такая же, как в мясе. Бобы, кофе, зеленые, зерна, они не пахнут. Весь запах, весь аромат в кофе образуется непосредственно в процессе его обжарки. Это самое, вернее, не самое простое, это очень сложная и абсолютно неуправляемая химическая реакция, в процессе которой образуются веществ огромное количество, и они тоже, их природи как бы не существует. Они образовались в процессе обжарки. Ваниль, который привезли из испанцы, из, соответственно, Америки, ну, конечно, ее открыли родные же, ну, как бы, индейцы гораздо раньше, чем этот год, но в Европе впервые его привезли в 1529 году, и, по сути, на самом-то деле, подумать, до этого года ни один европейец ваниль не пробовал. Соответственно, ванилин, который там содержится, для всех тоже был неизвестным абсолютно как бы веществом, который никогда не употребляли. Между прочим, сейчас это ароматизатор номер один, и без него, наверное, ни одна пищевая отрасль вообще не может существовать. Ну и дальше я пропустил большой этап времени. То, что мы видим сейчас в магазинах, да, это... Многим это нравится, многим это не нравится, но мы это видим, и это... Ну, это реальность, да, и, скорее всего, это так будет. Это большое количество продуктов, в которые добавлены ароматизаторы, подсластители, красители, и все, консерванты, и куча всего остального. Вот, опять же, повторюсь, ничего плохого в этом нету, потому что все эти вещества, это... Это... Их добавление не является целью нас отравить или напугать, или что-то. Их добавление, как и... Их добавление в любой продукт служит исключительно технологическим, как бы, свойством. Потому что те же продукты питания, то же пищевое сырье в процессе промышленного производства, оно теряет какой-то свой запах, например. Этот запах нужно по-любому восстановить. Мало того, с использованием ароматизаторов у нас появляется возможность делать как бы новые продукты, которых, не знаю, невозможно было бы просто в одном случае попробовать, как бы достаточно трудно было там 400 лет назад какому-нибудь крестьянину попробовать вкус черного перца, сейчас у нас с этим проблем нет. Вот в общем сейчас это то, что мы пришли, это некое разумное завершение того, что вот всего этого процесса, то, что мы добавляли в пищу какие-то вещества природного происхождения или искусственного, и мы их продолжаем добавлять. Пробуем разобраться. Основная такая претензия, которая предъявляется к продукту нашего труда, это то, что у нас там некие другие пропорции веществ и так далее. Ну, я, наверное, не так скажу. Скажем так, ароматизаторы считаются натуральные и полезные, соответственно, синтетические, вредные. В натуральных присутствуют какие-то вещества, которые делала природа, в них есть какая-то некая пропорция веществ, которые там долгими, долгой коэволюцией нас и яблок эта пропорция веществ якобы выработалась, и она для нас наиболее полезна. Это все ерунда, и яблоки никогда не вырабатывали пропорцию, нет, там, белки, жиры, углеводы ради бога вырабатывали, но вот пропорция душистых веществ нет. Наоборот, все душистые вещества, которые присутствуют в яблоке, они, в общем-то, по сути являются инсинктицидами, фунгицидами и всем остальным и служат единственной целью защиты яблок от вредителей, а не совсем для привлечения нас к этим яблокам. По поводу пропорции. Такая интересная картинка, это, чтобы было понятно, тип, это, значит, содержание душистых веществ, там причислено название каких-в, в одном конкретном растении базилика, то есть тип это самая верхушечка, первая, это первый листочек, и так до нижнего. Можно сказать, даже в одном растении базилика содержание выбранных некоторых веществ, а их там на самом деле в сотне-полторы, очень сильно различается даже по одному растению. Поэтому, говорите, какой-то пропорции душистых веществ в натуральном растении, ну, это, наверное, не приходится. А если к этому базилику еще добавить укроп, лук или там еще мясо жареное, то там пропорция вообще получается интересная. А если мы возьмем не просто, допустим, виноград, а решим его еще обработать разными бактериями, получить вино. Ну да, считается, я знаю, что бактерии, натуральные яблоки, там все реакции, в отличие от химических, которые ведут химики в колбах, там реакции селективные, там реакции проводятся исключительно селективными какими-то ферментами, дают чистые вещества и так далее. Ну вот, допустим, картинка, которая показывает, сколько веществ селективно делают дрожжи из всего лишь одного сахара. Я думаю, тоже порядка трех десятков веществ они делают, которые мы потом вместе с вином выпиваем. Очень селективные дрожжи, очень селективными ферментами делают большое количество неизвестных веществ. Ну, про кофе я уже сказал, что на самом деле в кофе очень большое тоже количество разных веществ, которые в природе никогда не существовало. Вот, например, тоже график показывает на самом деле всего восемь веществ, которые образуются в кофе при жарке и их изменение и их концентрация в зависимости от времени жарки. Можно посмотреть, что даже, не знаю, разница в минуту между двух пожарных сортов кофе уже приводит к серьезным изменениям в составе вещества в аромате этого кофе. То есть каждый раз жаря кофе мы получаем очередную новую пропорцию каких-то душистых веществ. Говорить о том, что мы привыкли, как существует какая-то идеальная природная пропорция при этом можно, наверное, но к слову о кофе это некая история исследований кофе, поскольку сам аромат кофе для нас является таким весьма приятным, одним из самых привлекательных. Его всегда давно хотели исследовать и до сих пор исследуют. На сегодняшний день в кофе в запахе кофе обнаружено больше тысячи душистых веществ, которых, соответственно, в зеленом кофе нет. Каждая точка на графике это конкретная работа по изучению. И сколько в этом кофе еще веществ будет открыто? Или дым, какое-нибудь копчение возьмем. Мало того, что в мясе в процессе жарки образуется куча неизвестно чего, так мы это еще и дымом работаем, в составе которого тоже полторы сотни разных фенолов, коридолов и так далее. Попробую смысл от картинки показать, на самом деле, что на конечный химический состав, я опять же хочу, чтобы не рассматривать состав именно пищевой ценности, а состав именно тех веществ, которые дают вклад в запах, в сам аромат. То есть на самом деле, допустим, взять процесс созревания сыра на вкус, на аромат этого сыра влияет на самом деле огромное количество условий. Ну прежде всего, конечно, это какие там бактерии этот сыр едят, какие грибки на нем растут, потому что у каждого микроорганизма своя физиология, они сами будут выделять разные вещества, время, влажность и так далее. И прежде всего, конечно, качество молока. Мало того, то есть в зависимости, меняя любой этот фактор, мы будем изменять на самом деле конечный аромат сыра. В общем-то, даже на качество молока могут влиять много факторов, даже те бактерии, которые живут в желудке у коровы, даже они выделяют кое-какие вещества, которые потом мигрируют в молоко, которые потом все равно находятся в сыре. Я уже молчу о том, что считается, знаете, то, что даже корова пьет, то, чем она дышит, даже это все влияет. Ну и в конечном итоге мы получаем примерно такую картинку. В общем, леса вместе с сыром съест еще неизвестно сколько разных веществ, причем разных веществ абсолютно разных классов, пирозинов, альдегидов и всего-всего-всего-всего навалом. И она действительно съест и при этом не задумается, что эти вещества как-то для нее вредные или полезные. Просто эти вещества, они в сыре есть. А если мы этот сыр возьмем, пойдем дальше, мы этот сыр положим на пиццу, смешаем с помидорами, добавим бавилейку, соответственно, сама пицца будет обладать каким-то запахом. В процессе жарки что-то образуется, в сыре процессе запекания что-то образуется. Мы это все добавим еще в вином, в котором тоже образовалось неизвестно что в неизвестном количестве. И мы получим, наверное, самую идеальную пропорцию душистых веществ, которые мы можем потребить. График немножко устарелый, но дает понятие на самом деле. Еще 50 лет назад мы, не имея каких-то значительных подвижек, вернее, уже имея значительных подвижек, но в аналитике, но не так, как сегодня, мы думаем, что, зная всего 100 веществ, мы можем сделать любой аромат на свете. Сегодня мы понимаем, что состав душистых веществ именно в ароматизаторе, ну в аромате, в аромате количество этих веществ ну где-то порядка 8 тысяч открыто. Сколько их еще на самом деле есть неизвестно. И все эти вещества мы потребляем ежедневно, повторюсь, ежедневно в разных пропорциях, потому что в разном продукте могут входить там 100 из них или 20 из них или тысячи из них. Вот. И абсолютно бессистемно. Все, все, все это и рассказывалось, но и простой целью, чтобы показать, что на самом деле разница между ароматом, который она делает, природа, или делает там, не знаю, печь, образуется в жареной курице в духовке, или делаемые. Разницы нет. Это все равно смесь душистых веществ в какой-то пропорции. Каждое вещество взято. Но эти вещества, они не являются продуктом питания. Они содержатся в пище в неких минимальных количествах, достаточно для того, чтобы мы эту пищу как-то воспринимали на запах и на вкус, соответственно. Чарев специально нарисован, чтобы попугать. Обычно как-то представляется, что мы там в лаборатории что-то страшное смешиваем, опасное, еще там, потом это добавляем. А значит, как на самом деле все происходит? Самый легкий способ создать ароматизатор. Все знают, все кино смотрели. У него, правда, там плохо закончил человек. Но, тем не менее, парфюмерия, казалось бы, методика, которая, не знаю, пять тысяч, пятьсот лет, какой пять тысяч, пятьсот лет, которая уже там устаканена. В парфюмерии все достаточно просто. Есть четкие законы. Любой парфюмерный продукт там раскладывается на верхнюю, среднюю, нижнюю ноты. В каждой ноте есть уже определенный набор прописанных компонентов, которые можно класть. Правильным образом сконфигурировав, мы получаем некий запах, мы их там наносим, пшикаем. Сначала 15 минут у нас звучат легкие верхние ноты, потом 3 часа мы ходим, благоухаем с сердечной нотой, и потом под вечер у нас уже пошел шлейф замбры или мускуса. Все хорошо, все логично, потому что легкие вещества испаряются, потом испаряются более тяжелые и так далее. Все хорошо, аромат не наедает, он меняется. Представляем, что нам надо сделать аромат груши. мы подобрали верхние ноты, средние, смешали, сделала с этой грушей мармелад, и получаем удивительную историю, вернее, история не удивительная, потому что через 2 часа мармелада почему-то пахнет яблоком, через неделю почему-то он превратился в клубнику, и наконец-то на хранение его уже никто не покупает. А на самом деле такая история происходит, потому что как раз именно потому, что есть такая особенность у разных веществ, разные свойства, набор там веществ в любом аромате, он очень большой. Мало того, любой натуральный продукт, возьмите тоже яблоко, положите его на стол и нюхайте его раз в день, вы удивитесь, что он каждый день будет пахнуть по-разному, и в конечном счете все равно придет помидору. Еще ключевое на самом деле отличие между парфюмерами и ароматикой пищевой в том, что все-таки парфюмерию мы нюхаем, аромат мы едим. Когда мы едим, собственно, не столько аромат влияет на нашу оценку продукта, вот синий мармелад тому показатель, не столько аромат влияет на оценку продукта, сколько даже какие-то вкусовые качества, структура и даже цвет продукта. Собственно, это все тоже надо учитывать. Иногда те погрешности, которые кажется нам как бы лежат в аромате, на самом деле они лежат в других областях. Ну, второй способ, да, очевидно, что если есть какие-то вещества, как их можно распознать? Их можно взять там то же самое яблоко, сделать его там экстракт из него, выжимку, в кого-то в хроматограф, хроматограф нам все покажет. Хроматограф нам, конечно, все покажет. Это вот такая просто модельная хроматограммка Жасмина. Он нам тут показал хроматограф штук, не знаю, 20 веществ, из них на самом деле штук 10 вообще не пахнет, а еще штук 30 он просто не увидел, потому что каждое вещество имеет некую свою концентрацию, в которую он играет. Есть вещества, которые можно положить очень много, и они не пахнут. Хроматограф-то их увидит, хроматограф не распределяет пахнуть или пахнуть, он не умеет нюхать. А есть, которых очень мало, и они пахнут. А хроматограф не увидит, потому что их очень мало. Это вот показатель концентрации. Концентрацию буду мерить в метрах, ничего страшного, это нормально. Смысл в том, что метр по отношению, это значит длина по отношению к расстоянию от Москвы до Петербурга. Вот в такой концентрации, допустим, пахнет текилуцетат. То есть, вот как вот три метра по отношению к расстоянию от Москвы до Санкт-Петербурга, в этой концентрации пахнет текилуцетат. Текилуцетат — это совсем не вонючее вещество. Его в ароматизатор и в продукт на самом деле положить надо много. Если взять, допустим, изомилцетат, то его надо в продукт положить, чтобы он пах два сантиметра. То есть, в сто раз меньше. Поэтому даже уже, если мы увидим на той же хроматограмме одинаковые пики текилуцетата и изомилцетата, то очевидно, что первый вообще не играет никакого значения. Но это не рекорд. Есть вообще рекордсмены веселые. Допустим, вот эта штука, которая дает запах мяса, это совсем было недавно установлено, что запах жареного мяса обусловленным в большей степени. Он пахнет вот примерно в таком расстоянии. Собственно, никакой хроматограф, я уверяю, его не заметят, если особенно специально не искать. Его искали очень долго. Все эти недостатки такой прямой аналитики могут быть компенсированы другим методом, который, к сожалению, я не уверен, что он где-то в России применяется. Но на Западе это основная методика, которой исследуются любые ароматы пищевые, смысл тоже. Хроматограф, но вместо какого-то механического детектора сидит специально обученный сотрудник, который на выходе из колонки нюхает просто и смотрит, чем пахнет. Получается, такая штука. Хроматограф показал верхнюю хроматограмму, а человек отметил нижние пики. То есть, что-то пахнет, он помещает, что-то не пахнет, он пропускает. Можно увидеть, что разница на самом деле достаточно серьезная. Во-первых, человек нашел веществ больше, чем нашел хроматограф, во-вторых, некоторые они не нужны. Если человек достаточно хорошо обучен, то он может даже узнать, что там за вещество. Если он не очень хорошо обучен, то он может по крайней мере сказать, что это пахнет травой, это пахнет яблоком. И потом мы уже либо будем искать там, где он нашел, либо чем-то заменим похожим по запаху. Вот на основании всех этих данных примерно так мы работаем. В общем, сделать любой ароматизатор по сути, и выбрать из нескольких в России сейчас разрешено 2,5 тысяч душистых веществ для использования, в мире порядка 4 тысяч всего. Из 8 тысяч открытых, надо понимать, что далеко не все вещества, которые существуют в природе, мы законодательно можем использовать в составе ароматизаторов, то есть те, которые прошли проверку и разрешены. То есть основной смысл выбрать нужные вещества и смешать их в нужные пропорции. Сложно ли знать это? Ну, как бы методика такая, то есть в принципе, как я считаю, то есть это никакой не закон, но, как я считаю, для создания 90%, может быть даже 95% существующих ароматов достаточно знания, достаточно хорошее знание, как пахнут, какие ноты имеют, ну, тысячи веществ. Эти вещества могут быть, опять же повторюсь, из разных классов, спирты, андегиды, там целый набор. И очень важно, соответственно, ключевой момент знать, в какой концентрации эти вещества работают. Сложно это или нет, аналогия на самом деле очень простая, аналогия с китайским языком, потому что считается, что если вы знаете тысячу иероглифов, вы можете понять, достаточно хорошо понять китайский текст. причем важно в китайцевском языке некая интонация, с которой вы произносите одно и то же слово, вас могут либо похвалить, либо ударить по голове. Поэтому, в принципе, научиться делать термотизаторы, наверное, так же, как выучить китайский язык. Это несложно, да, миллиард китайцев вам не даст соврать. Некий механизм работы. Прежде всего, опять же, это не некий закон, это некая такая процедура, которую мы, наверное, для себя определили. То есть каждый, конечно, делает по-своему. Мы делаем примерно так. То есть, допустим, нам нужно сделать запах малины. Нам нужна задача конкретная. Сделать малиновый йогурт. Мы первым делом из малины вычисляем там некоторые такие как бы дескрипторы, то есть некие ключевые направления запаха, по которым мы будем его собирать. Я, скажем так, выписал так. Для меня это. Это может быть абсолютно по-разному. У каждого человека это свое, ничего страшного. Под каждый из этих запахов мы определяем некое ключевое вещество, которое за этот запах будет отвечать. Опять же, то есть я вот для этих выбрал свои там головы из своего холодильника с веществами выбрал вот такие, которые по каждому из этих, соответственно, по каждому из этих дескрипторов будут отвечать. Первая засада кроется на стадии выбора веществ в том, что не все вещества стабильны. Если мы, например, будем делать запах кофе, то ключевое вещество, например, в запахе кофе это фурфурилмеркаптан. У него есть один большой недостаток. Эта штука очень быстро окисляется на воздухе вот в такой вот десульфит, который пахнет гораздо слабее. Вы это замечали, каждый раз замечаете, когда, не знаю, свежий кофе помелете, вы обнаружите, что через два часа он уже, увы, чем-то пахнет совсем другим, потому что вот то вещество, которое там выделилось, оно окислилось, все, запах, соответственно, поменялся. Если мы это вещество, ну, как умные люди, мы сделаем анализ, добавим это вещество, и оно точно так же у нас окислится. Поэтому мы его заменяем на вот такую молекулу фурфурил, эти вот стад, которая пахнет почти так же, но окисляться уже не может. Мы, наверное, где-то теряем в профиле запаха, но зато мы очень сильно выиграем в стабильности. Или там тоже, например, с яблоком, например, в котором есть транслаги сеналь, который окисляется в такую вот кислоту. То же самое ситуация. Если мы хотим достичь стабильности, мы заменяем его на чем-нибудь похожего запаха. Это разрешенное тоже вещество, но тоже идентичное, натуральное. Просто его, может быть, нет в яблоке, оно может быть, есть в Киеве или в клубнике, но тем не менее оно есть в природе, оно разрешено, оно безопасно. Оно заменяем, таким образом мы получаем стабильность. Ладно, выбрали вещества. Следующим шагом начинаем смешивать. Допустим, смешаем в такой пропорции. Понюхали. Оказалось, что пахнет это травой. Значит, понятное дело, то, что пахнет зеленым, мы снижаем, то, что пахнет фруктовым, мы увеличиваем. Потом опять, потом опять, потом еще неделю. И в конечном итоге у нас получается вот такая вот примерно рецептура. Это, кстати, секретная рецептура. Растворитель, да. Я просто объясню, что вещества, они на самом деле вонючие, так или иначе их приходится разбавлять. Мало того, вот этого разбавленного продукта, его потом на конечный, в тот же мармелад идет, условно, 500 грамм на тонну или килограмм на тонну, чтобы понять, сколько этих веществ в конечном итоге в продукт попадает. На самом деле, попадает примерно столько же, сколько содержится в натуральной малине. и у меня тут есть демонстрация. в данном случае, если понюхать, она такая немножко, наверное, зеленая. Но, опять же, это можно очень легко изменить, убрать зеленые какие-то ноты, добавить цветочных или ванильки можно добавить. Ну, в общем-то, дальше уже, возможно, не ограничено, в принципе, любой запах так примерно и делается. все запомнили. Да, но на этом, на самом деле, история не кончается, на этом все только начинается, потому что, когда мы делаем духи, вот, если бы мы делали духи, на этом бы все закончилось, на самом деле. Мы делаем, нам нужно сделать малиновый йогурт, да, нам запах, ароматизатор малины, он нам не нужен вообще. Нам нужно, чтобы у нас йогурт был с запахом малины. Вот, поэтому мы это дело добавляем в йогурт. А с йогуртом, с готовым продуктом там очень веселые истории происходят, потому что в каждом продукте уже содержатся какие-то вещества, которые обладают какой-то активностью. Мало того, этот продукт в процессе там приготовления может проходить термообработку или там, не знаю, все что угодно, ну, какую-то технологическую процедуру. В результате этой там технологии вещества, которые мы добавили, они могут каким-то образом испаряться, исчезать, окисляться, взаимодействовать с продуктом. Вот в том же йогурте, давайте пример, то есть вот, ну, допустим, у нас малина из четырех компонентов, мы добавили в 1% йогурт, у нас, ну, запах примерно такой. Если мы добавляем это в 5% йогурт, на самом деле запах очень сильно меняется, потому что каждое вещество, оно обладает своими свойствами. В данном случае в йогурте, то есть, ну, у нас четыре вещества наших, у них у всех своя, как бы, ограниченная водорастворимость, там, и какая-то жиррастворимость, поэтому часть веществ мигрирует в капельки жира, который в йогурте в виде эмульсии, и, в общем-то, на вкус уже реакции не оказывает. Поэтому, если мы один и тот же, 1% одной и той же ароматизатора добавим продукт разной жирности, малина превратится хорошо если в помидорах, то вообще неизвестно во что. Поэтому вот здесь это, на самом деле, шаг, который занимает, наверное, больше всего времени именно отработка в готовой продукте, потому что, опять же, повторюсь, ключевое в этом деле это не сделать запах, это сделать продукт. Рано или поздно это все делается, конечно. Это тоже еще не все, потому что после этого нам этот продукт нужно еще прохранить. понятное дело, любой промышленный продукт обладает каким-то сроком хранения, и нам не надо, нам надо, чтобы он весь срок хранения обладал каким-то запахом. Все эти вещества все-таки они нестабильные. Пример живого яблока вам даст показать, что живого любого фрукта, что этот запах очень быстро исчезает. И в готовом продукте все должно храниться. Есть некие методики ускоренного хранения, это все проверяется, но тоже занимает время. Если думаете, это все, да, тут еще поскольку мы работаем в правовом поле, мы должны еще доказать нашу безопасность государству. Поэтому везем это все на поклон по всем министерствам. Удовольствие не дешевое, но обязательно и необходимое. Кстати, удивительная ситуация. В Европе удовольствие вообще не надо проходить. на самом деле законодательство достаточно вольное, и там любой ароматизатор, он как бы заявительная система. То есть, мы заявляем состав, и он априори, если вещества разрешенные, он априори как бы разрешенный, ему не надо никому доказывать, что он безопасен и так далее. У нас каждый ароматизатор нужно долго и уборно доказывать. Ну и это вот то, что мы получаем в итоге. Собственно, в современном магазине все вот эти большие красивые упаковки. Наконец-то мы сделали продукт, наконец-то мы его продали, и Антон Привольнов теперь с чистой совестью может сказать, что нас травят. Это на самом деле еще не все. Ну, в смысле, с моей лекцией. Я хотел еще пояснить, что вот эта вот малина это некий модельный запах. На самом деле иногда на этом действительно ароматизатор в такой жидкой форме он все уходит. Обычно набирается из вот как вот этот пазл, на самом деле в состав ароматизаторов входит очень много разных компонентов, как душистые вещества, какие-то экстракты и так далее. Просто коротко объясню, какие компоненты и откуда они берутся. Ну, опять же, первый самый натуральный компонент это самый известный натуральный компонент, в который входят эфирные масла, какие-то экстракты, которые получаются путем экстракции из каких-то живых или, опять же, если вспомним этого человека, не всегда живых объектов. способ экстракции он хорош иногда, иногда плохо. Вообще с живой природой, с экстракцией достаточно тяжело, поскольку качество любого природного сырья, но крайне нестабильно. Невозможно получить два одинаковых эфирного масла, невозможно получить два одинаковых холерезина. в зависимости от региона произрастания, от времени года и так далее. Качество любых природных экстрактов очень сильно варьируется, поэтому ароматизаторы, проведенные на их основе, к сожалению, заведомо будут нестабильны, они заведомо партии от партии будут отличаться. И вся эта стандартизация достаточно тяжела. Многие думают, что натуральных ароматизаторов не бывает, это не так. На сегодняшний день при всем при этом натуральных ароматизаторов на самом деле достаточно много. К слову, практически все цитрусовые ароматизаторы реально натуральны по одной простой причине. То, что апельсиновое эфирное масло, которое является очень натуральным апельсиновым ароматизатором, это по сути отход производства апельсинового сока. Апельсины не выращивает никто для апельсинового масла, апельсины выращивают все для сока. Соответственно, масло, оно раньше вообще выбрасывалось и стоило 2 доллара за килограмм. Сейчас, поскольку мы опять же требую, повинуясь воле потребителя, все переходим на натуральную ароматику, а цена на апельсиновое масло выросла до 20 долларов и продолжает устойчиво расти вверх. В прошлом году еще мы брали по 15, в этом году уже по 20, если не ошибаюсь. Но это натуральные, да, натуральные, понятно, они безопасные, они полезные. Мы делаем, лично я люблю делать все-таки из достаточно чистых веществ, полученных в лаборатории. Основу вот этого искусственного получения запахов, скажем, не искусственного получения запаха, а получения пищевых вкусов, ароматов из сырья, не свойственного данного продукта, вот эта вот основа, та технология, которую мы сейчас все используем, ее заложил Джулиус Магин, известнейший промышленник, в общем-то, изобретатель одноименного продукта, который до сих пор присутствует в магазине, который сейчас делает немножко по-другому, но суть осталась та же самая. Он, поскольку логика была простая, он понял, что если вкус жареного, вареного мяса это по сути продукт каких-то реакций, белка в этом мясе, то какая разница, какой белок мы возьмем, животный или растительный. Давайте попробуем с растительным провести ту же самую процедуру, мы должны получить тот же самый вкус, у него получилось и до сих пор получается. Сейчас растительный белок, конечно, уже не используется, сейчас в основном он даже живой используется, но тем не менее этот продукт есть. Первый процесс синтеза ванилина, который, в общем-то, пошатнул, наверное, мировую ванильную промышленность, потому что до этого ваниль, разумеется, выращивали на Мадагаскаре или Мексике, кто там, не знаю, местные племена продавали за гопейки или за бусы богатым европейцам, Хармон и Реймер запустили такой синтез. В общем-то, я просто его специально отметил, что поскольку ванилин это, пожалуй, самое известное душистое вещество из всех используемых, причем оно самое одно из недавних, которое мы начали использовать. Сейчас, конечно, ванилин так не получается, сейчас есть несколько других методов синтеза, преобладает, наверное, на процентов 80 из гуэкола, гуэкола это, по-моему, это все-таки отход нефти переработки или угольной переработки, я сейчас не вспомню, но, опять же, это ничего страшного, то есть говорить о том, что там вещество используется или отходом чего-то является, в конце концов, там, не знаю, вода используется в ядерных реакторах, и что теперь делать. Ну, вот ванили сейчас получают примерно так. Те же товарищи, которые придумали, ну, уже не те товарищи, но имеется в виду та же фирма, которые в свое время придумали синтез ванилина, они запустили первый синтез ментола, очень красивый, с чем тоже, соответственно, посодействовали снижению цен на ментолы и на ароматизаторов. А на самом деле все это не только содействие снижения цены, это содействие именно доступности этих ароматов. То есть, если раньше, там, больше 100 лет назад, да, ванилин мог, там, не знаю, ванильную шоколадку или ванильное мороженое мог позволить себе только достаточно, там, богатый человек, то сейчас это настолько доступная для нас, для всех вещь. Опять же, не успели они сильно синтезировать этот ментол, японцы их обошли буквально через 10 лет, причем, что характерно, в 83-м году японцы запустили синтез ментола, в 2001 году, значит, автор одной стадии того синтеза, нам гидрирования, получил Нобелес за эту стадию спустя 20 лет почти. Вот, хочу про это вещество отдельно рассказать, потому что оно искусственное, оно имеет отношение к ментолу, и у меня есть еще поесть. На всех не хватит, я это не знал. Это вещество, оно чем знаменито? Ну, во-первых, для того, чтобы его открыть, в 70-е годы было перелопачено 1200 душистых веществ, то есть было синтезировано, отработано, опробовано на вкус, и в результате из них выбрано было 5, одно из которых вот это вещество. Вещество, если кто-то уже съел, да? Оно фанто, вот ничего, вот сейчас не чувствуете? Сейчас все разбегутся, да? Охлаждающий эффект. Вещество в каком смысле? Оно хорошо в том смысле, что в отличие от ментола, который тоже как бы мы любим из охлаждающего эффекта, но ментол имеет достаточно резкий запах, и на самом деле не очень приятный. И когда его много, он горький. А вот это вещество, оно абсолютно не имеет вкуса, оно абсолютно не имеет запаха, но оно обладает неким охлаждающим эффектом. Поэтому, наложив, например, на апельсиновый аромат, можно получать какие-то такие интересные продукты. Если смешать мёд с апельсином, получится мяда с апельсином. А если смешать апельсин вот с этой штучкой, получится апельсин, интересный такой охлаждающий эффект. Это некое такое, знаете, как бы новое слово возможности моделирования вкусов. То есть оно искусственное, оно в природе действительно не найдено. Может быть, просто пока не найдено. Ещё одно искусственное вещество, из-за которого называются искусственными 90% искусственных ароматизаторов. То есть вот этилованилин, который почему-то многие считают неким суррогатом натурального ванилина, ну, какой-нибудь суррогат, это просто другое вещество. Оно чуть-чуть подороже, чем ванилин, но оно в 4 раза сильнее, чем ванилин. Поэтому его продукт, во-первых, его продукт надо добавлять меньше, а, как известно, чем меньше химии, тем полезнее. Во-вторых, в конечном счёте, оно действительно обходится дешевле в складной себестоимости продукта. При этом запах его от ванилина отличается, но отличается не критически. И, к слову, об искусственном, вот этот фурфурил меркаптан я уже показывал, который в кофе пахнет, который быстро окисляется, его на самом деле придумали синтезировать в конце 30-х годов, его впервые синтезировали и уже начали использовать в качестве ароматизатора, когда в те годы вообще никакой оценки безопасности не шло. Там ещё синтезировали, пахнет хорошо, добавили, давай есть, и нормально. Это сейчас как-то проверяют. Вот в 30-х годах его синтезировали, а в 70-х годах обнаружили, что он действительно даёт запах кофе. То есть ничего не поменялось, просто он раньше был искусственным, а теперь стал эдотично натуральным. И, в принципе, смысл в том, что вот эти 8 тысяч веществ, которые найдены в живой природе, это, конечно, не предел. И то, что мы сейчас называем искусственным, это не значит, что это в природе нет, это не значит, что мы это увидим. Это просто пока не нашли. Потому что мы сейчас исследовали достаточно подробно запах мяса, запах, не знаю, в чавере, запах яблока. Но мы никогда ещё не исследовали запах карпа, запечённого в беконе, посыпанного гвоздикой. А что там образуется, там ещё тоже, на самом деле, неизвестно. И ещё один способ, конечно, из которого делаются вещества, так называемые биотехнологические методы. Самое известное вещество, которое получает этим методом, это самая известная штука глутаминовая кислота, глутамат натрия. И, в общем-то, производится, собственно, микробиологическим методом, перебраживая самую ненависть натуральную сахарозу, используя самые ненависть натуральные бактерии, которые выделяют томат натрия, которые мы тоже потом добавляем. Собственно, преимущества каких у них? Для сложных веществ это, естественно, преимущества, потому что есть какие-то вещи, которые синтезируют достаточно сложно, и бактерии могут их наработать достаточно быстро и достаточно безопасно. Дополнительно большой плюс именно сейчас, не вообще, а именно сейчас, в связи с некой тенденцией перехода к натуральному, по законодательствам любой страны продукт, полученный таким способом, является натуральным. Поэтому, да, французы недавно запустили вот такую штуку. Они начали делать натуральный ванилин. Из натуральной фируловой кислоты, действуя натуральными бактериями, они получают натуральный ванилин, который дешевле, чем тот ванилин, который делается из точков ванили, но дороже, чем синтетический. Но свой рынок, естественно, находит, потому что слово «натуральное» привлекает. Но это с точки, какие вещества мы используем. Иногда, на самом деле, даже к использованию веществ не доходит. Потому что, как я говорил, если мы возьмем аромат кого-нибудь мяса, или кофе, или шоколада, или даже хлеба, там аромат образуется именно в процессе готовки. То есть это некий изначально химический аромат, изначально продукт химической реакции. Реакция называется реакцией Майяра. Там, конечно, не одна реакция. Разобраться механизм не очень любил. Вообще я не разобрался до сих пор. Но нам главное, что получается в конце. На самом деле схема очень простая. Если мы знаем, какие вещества в мясе реагируют, в каких условиях они реагируют, то чтобы получить конечный аромат, мы можем, конечно, выделять эти вещества и смешивать. А можно взять исходные вещества, аминокислоты, сахары А, витамины, что там в мясе есть. Только взять не так, как цистина в мясе, 0,2%, взять 10%, сахара побольше. Все это нагреть в колбочке и на выходе получить продукт этой химической реакции точно такой же, как в мясе, точно такой же запах. То есть весь этот набор душистых веществ, которые образуются в мясе при жарке, повторить в лаборатории, принято с тем процессом. Такой ароматизатор называется эрекционным, находит применение очень часто в разных, знаете, чипсах, беконах, в таких штуках. Биотехнология. Хорошая картинка просто. Опять же, если мы знаем, как образуются ароматы в каких-то продуктах, то мы можем этот процесс повторить. В случае сыра ситуация достаточно простая. Дрожжи там, не дрожжи, молочные кислые, едят то, что есть в молоке, лактозу, жиры, белки, и выделяют какие-то вещества. А эти вещества пахнут. Формально мы можем взять молоко, сливочное масло, сыр, подобрать этот весь состав. Напихать туда ферментов, нам даже дрожжи, бактерии живые не нужны, просто выделить отдельных ферментов, которые сейчас продаются доступны. Все это проферментировать, на выходе мы получаем такой же запах, поскольку мы модулируем вот этот исходный процесс. Ароматизатор тоже будет считаться натуральным, поскольку метод биотехнологический. И набор веществ в этом запахе, в конечном, он будет соответствовать тому, что есть в натуральном сыре. Или еще такая штука, как жидкий дым, который тоже почему-то все боятся. Для меня, честно говоря, удивительно, потому что в жидком дыме нет ничего, кроме дыма. Процедура получения его банально до безобразности. Берется обычный дым, дымогенератор ставится, дым пропускается через воду, потом после этого все отстаивается, фильтруется смола, фильтруется в весе, развивается по бутылкам. По сути, это концентрат дыма, избавленный от смола, в весе и кучи разных канцерогенов. Что в нем может быть страшно по сравнению с нормальным дымом, я не знаю, правда. Это еще не все, на самом деле. На этом не заканчивается. Используются какие-то дополнительные компоненты. В тех же, не знаю, в сухариках, как вы видите, или в чипсах, вы видите какие-то там включения зелени, укропа. Это, на самом деле, сделано не только для красоты. Вернее, это, конечно, для красоты, но не только для красоты, потому что действительно и натуральные специи тоже используются ароматику, когда нужно. И еще какие-то компоненты. Мало того, сами технологии производства ароматизаторов, они тоже подразумевают какие-то способы разные, инкапсуляции, сушки и так далее. Там достаточно большая технология, о которых, просто могу рассказывать, часа много. Конечно, в счете мы получаем, как вот этот пазл, который я показывал, набирается комплексный вкус, комплексный аромат, который потом получается в этом продукте. Теперь к заключению. Собственно, про самые страшные вещества, которые можно встретить. Ну, прежде всего, если брать жарку любого мяса, в мясе, когда мы его жарим или варим, когда жарим больше, когда варим меньше, ну, так или иначе, проходит вот такая, например, реакция. Ключевыми веществами в этой реакции на самом деле является креатин, который всегда в мясе присутствует. И он та вот, вот эта страшная штука, которая является очень сильным канцерогеном. И в любом жареном мясе эта реакция происходит хотя бы потому, что в любом сыром мясе есть креатин. В ракционном ароматизаторе, да, когда мы засыпаем в эти колбочки, мы, конечно, можем положить креатин при желании, но смысла в этом нет. А если мы его не положили, то никакого канцерогена там не образуется. Натуральный дым, который мы пропустили, который мы, если коптим продукт просто на огне, мы обязательно в продукт получаем некое количество бензопирена и еще там можно еще что-то многое наловить. Эти вещества, в общем-то, полностью удаляются, ну, полностью ничего нельзя удалить, но практически полностью удаляются в ароматизатор. Жидкий дым. Мало того, если натуральные какие-то продукты копчения, они по этим веществам вообще никак не лимитированы, ну, считается, что натуральные, значит, нормально, то, к сожалению, ароматизатор с неким количеством бензопирена мы вообще не сможем продать физически. Если сможем продать, нас потом посадят. Кумарин, который еще 30-40 лет назад, он еще использовал свою ароматику повсеместно. Вещество в природе существует просто везде. Он существует в любой траве, он существует в той же ваниле, он очень широко распространен. И его сейчас в ароматизаторе класть нельзя. Он там обладает какой-то токсичностью, какой-то опасностью. Но тот факт, что в природе он существует. Его употребляется. Но на основании того, что вы выяснили некую его опасность, в ароматизатор мы его положить не можем. Поедая натуральный продукт, мы его обязательно какое-то количество потребим. Поедая продукт с ароматизатором, мы его не потребим. Я не говорю, что продукты с ароматизаторами от этого становятся как-то полезнее, но безопаснее они точно становятся. Историю про туйон все знают. Это абсент, который обладает своим действием не только потому, что в нем есть спирт, а потому, что в нем есть туйон. Потому что туйон тоже вещество в природе посеместно распространенное. В том числе есть в полыне, есть в пижме, можете найти такое растение с желтыми цветочками. Там куча вообще обладает очень интересным галлюциогенным действием. В ароматизаторе абсент вы его не найдете, просто потому, что его класть нельзя. А в эфирном масле полыни найдете. Вот натуральный эфирном масле полыни, он содержится, его можно положить. А если просто смешить ароматизатор с компонентов, то его нельзя положить. Мерстицин, который очень много в мускатном орехе. Знаете, что у мускатного ореха три зерна, три орешка – это галлюциногенная доза, а типа пять – смертельная. Главное выдержать дозировку. В ароматизаторе вы его тоже не найдете, потому что его нельзя класть. Ну, конечно, не могу пройти мимо миндаля. Миндаль, да, знаете, что миндалем можно отравиться, потому что там есть синильная кислота. На самом деле, синильной кислоты там, конечно, почти нет. Там есть такой вот гликозид, который по действиям ферментов наших, либо ферментов самого миндаля, может разлагаться на альдегид и синильную кислоту. Кстати, синильная кислота, она вообще-то не пахнет. Но, может, она как-то и пахнет, но точно не миндалем. Миндалем пахнет как раз бензальдегид. Именно поэтому в ароматизаторе горького миндаля или вишни вы найдете бензальдегид, но никогда не найдете синильной кислоты. А в натуральном миндале, да, если съесть пару стаканчиков миндаля, то ничем хорошему для вас не закончится. И закончу на таком моменте. Это опять концентрация, измеренная в километрах. Просто пояснить, в каких количествах душистые вещества пахнут. Я надеюсь, я смог объяснить, что ничего опасного, список душистых веществ, которые используются в создании ароматизаторов, он на самом деле ограничен. Он ограничен некими веществами безопасными, которые не вызывают подозрений для человека в точке воздействия на организм. Те, которые вызывают подозрения, их либо уже нет, либо очень жестко определены допустимые дозировки. Вот по количествам. Вот это трекордсмен этилоцитат, который находится по другую сторону использованного дозировок веществ в ароматизаторе, который пахнет в концентрации 3 метра, деленная на расстояние от Москвы до Петербурга. И, к слову, концентрация синильной кислоты, которая вас убьет, а синильная кислота — сильный яд, она убьет у вас с такой концентрацией. То есть даже если бы на самом деле душистые вещества были бы так токсичны, они не так токсичны, они даже рядом там не стоят. Даже при этом они бы вас вряд ли убили. На этом я закончил. Большое спасибо. Спасибо большое. Несколько таких просьб, вопросов. Значит, первое — точное определение того, что такое филаворист все-таки. Филаворист — это человек, который создает ароматизаторы. Так, хорошо. Следующий вопрос. Вы затронули вопросу связки между вкусом, запахом, цветом. Ну, наверное, можно хоть и сезание сюда прибавить. Чуть-чуть про это. Дело в том, что в принципе наше восприятие пищевого продукта это очень-очень комплексный процесс. Аромат там играет роль, но он играет роль скорее наводящую, чем определяющую. Если мы видим жареную курицу и чувствуем аромат жареной курицы, мы можем понять, что жареная курица — это приятно. Если мы чувствуем сам аромат жареной курицы, мы не всегда даже этот аромат определим. Если мы видим, не знаю, чувствуем аромат сыра, отдельно от сыра. Вот я вам дам организатор сыра просто отдельно, я не скажу, что это такое. Вам никому не понравится, потому что на самом деле это пахнет чем угодно, но никак неприятным сыром. Если это в сыре, когда мы видим продукт, когда мы знаем, какой он на вкус, уже предчувствуем какой-то, то это все уже как-то по-другому. И порой бывает даже, на самом деле, веселая ситуация, когда один и тот же аромат на двух разных продуктах. Ну, к примеру, из личной практики, как оказалось, можно даже на досуге попробовать любой, понюхать гранаты, понюхать помидор. На удивление, очень близкие запахи. Разница только во вкусе, потому что помидор, он вкус немножко такой сладковатый и умами, а гранат, он такой сладковатый и кислый. А аромат там, и там даже с точки зрения химического состава, там ароматы очень близкие. А для нас это очень разные продукты. Вы можете серьезно дома попробовать понюхать, удивитесь. Да, спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Может быть, у меня еще будут разбивку. Просьба поднимать руки, ждать с микрофона, да. Добрый вечер. Представляться, да, в микрофон. Елена, химик, и кулак. Ближе и вот так, чтобы понятно, как шел звук. В первую очередь хотелось поблагодарить вас за ваш крайне интересный блог, за ваш вклад в просвет населения, так сказать. И вопрос мой таков. Как часто по долгу службы вам приходится сталкиваться с людьми, то есть с вашими потенциальными клиентами или клиентами, которые, будучи даже производителями пищевой продукции, являются вот такими жертвами Антонов Привольных и прочих, так сказать, шарлатанов от ТВ? Насколько часто приходится вам с ними встречаться? Честно, как бы каждый день. Знаете, на самом деле, постараюсь быть политкорректным. То, что творится реально по телевидению в этой сфере, оно даже не то, что пугает, оно как-то очень сильно пугает, потому что любая передача сопровожается таким каким-то количеством негатива, таким каким-то количеством злости. Кстати, заметили, что даже на пищевые предприятия там никого уже пускать давно не стали, все ходят как-то по магазинам, сроки годности проверяют. Потому что среди клиентов у нас приходится практически ежедневно, всем задаешь вопрос, они говорят, нам звонили, мы не пустили, зачем нам это надо? Реально, не потому что даже потому что есть что-то скрывать, а потому что приезжают за одной целью показывать немножко другое, как не так есть. Ну, все не так есть. — А кто, прошу прощения, вот в перебивку чуть-чуть вопроса, кто по вашим представлениям, по вашим данным служит консультантами такого рода программ? Откуда вообще весь этот пред берется? — Я думаю, что ну как консультантами этих программ служат люди, которые… — То есть кто они по специальности? Откуда это вообще? — Я имен называть не буду, но, как правило, на самом деле вполне заслужены себе представители пищевой науки, занимающие какие-то высокие чины в разных организациях, в том числе государственных. — Науки или администрации научных учреждений? И пищевой науки, администрации сейчас такая вещь, на самом деле, неразделимая получилась, потому что в той же пищевой науке в России, как лично мне, видится очень большой-большой-большой кризис, потому что действительно… И сейчас фактически пищевой наукой, именно вот развитием в России, я не вижу, чтобы вообще хоть кто-то занимался. То есть остались какие-то там два-три человека в том же пищевом институте, остались какие-то люди, еще, возможно, которые не уволились из МГУПБ, но реально их не показывают, а показывают разных людей, которые хотят попиариться на всеобщей волне того, что давайте мы попугаем, давайте мы расскажем про вред того, давайте мы расскажем, как колбасу делают из нефти. Человеку, понимаете, даже если первый раз эта информация воспринимается бредово, то, когда она повторяется тебе сотый раз или двухсотый, она уже не кажется столь бредовой. И лично я… Даже тенденция такая, на самом деле, достаточно печальная, что даже технологи пищевых предприятий начинают не понимать уже то, что они делают, потому что их вроде учили одно, они делают вроде продукт правильно, а им даже стыдно про этот продукт рассказывать дома. То есть, не знаю, сложно, вопрос, почему так все происходит. Да, спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Антонина, я технолог-разработчик по напиткам. Я хотела вас защитить, потому что все, что вы говорили, на самом деле правда. Очень многие потребители, смотря на заднюю часть упаковки и видя там какое-то Е, они сразу пугаются и не хотят покупать этот продукт. К примеру, допустим, лимонная кислота, она имеет это Е, но в России она добывается как раз-таки микробиологическим способом, путем. И это абсолютно натуральный продукт. Но мы в своей напитке боимся класть эту Е, эту лимонную кислоту, потому что люди не будут покупать и не будут верить, что у нас написан натуральный продукт. И то же самое с красителями, ароматизаторами, вы все правильно говорите, и как бы это настолько большая проблема в последние, может быть, 3-4 года как раз-таки наша ОРТ, которая очень любит показывать такие программы. Нет-нет, сейчас это уже называется Первый канал. А, хорошо, Первый канал, я просто не смотрю телевизор абсолютно, поэтому не знаю. Вот. И не стоит доверять тому, что говорят, потому что тот же самый антоцианин или какие-то вещества, которые содержатся в яблоке, они получаются каким-то другим путем и добавляются в продукты. И они натуральные. Абсолютно. Вот все, что вы говорили, настоящая правда. Спасибо вам. Спасибо. Попробую выступить почти адвокатом-дьяволом. Вы тут говорили о том, что не вполне понятно, как происходит, не вполне понятно сочетание, а в какой степени, даже с учетом микроскопической доли этих самых добавок, изучается все-таки их воздействие на человека? Ну, вообще считается, то есть по поводу идентичных веществ, идентично натуральными, то есть считается, когда его открывают, сравнивают ту некую концентрацию, которая присутствует в ежедневных продуктах, условно, там, из-за мелодистата в среднем человек потребляет в день, не знаю, 200 миллиграмм. Ну, к примеру, с текущей пищей, с грушами, с яблоками, с сосисками. На основании этого определяется, сколько его можно класть в ароматизатор, сколько это положится в продукт и сравнивается вот эту норму, насколько она больше или меньше. Как правило, это оказывается меньше. То есть никаких... То есть меряется относительно некоторой условной нормы натурального продукта? Да, это если что касается идентичных натуральных веществ. Если на них возникают какие-то сомнения, ну, условно, приходится запрос тоже идеи от какого-нибудь озабоченного потребителя, что вот у меня аллергия на линолол. Вот как в свое время с тем же кумарином пришел запрос от потребителя, что вот есть подозрение, что кумарин там вызывает эффект. Провели какие-то там доскональные исследования там на тех же мышках, установили, что да, если его переесть, там ничего хорошего не закончится. Но это не секрет, потому что корова, объявшаяся клевером, это, ну, всем известно, ничем хорошим не заканчивается тоже, потому что как раз это кумарина. И от греха подальше решили эту кумарину там вообще выбросить. Что касается искусственных веществ, то там, конечно, более серьезные тесты, потому что те вещества, которые в людях не содержат, к ним, естественно, больше внимания. То есть я так правильно понимаю, что перед тем, как вводится новое искусственное вещество, оно каким-то образом тестируется? Обязательно. Нет, это обязательно. Каждое искусственное вещество проходит в Европе достаточно сложную процедуру регистрации. А в России? В России мы пользуемся, в общем-то, европейским законодательством, по сути. Ну, с неким опозданием, там, на пару-тройку лет, но... Так, еще, коллеги, вопросы? Да. Иван, преподаватель. Скажите, пожалуйста... А преподаватель чего, если не секрет? РГУ, нефть и газа. Спасибо. Так, скажите, пожалуйста, вот с одной стороны мы видим некоторое недоверие потребителей, даже серьезное недоверие потребителей, но с другой стороны, вот когда на продукте пишут ароматизатор, идентичный натуральному, то что конкретно это может означать? Это может означать все, что угодно. Вы понимаете? Нет, а только что же объяснили, что конкретно это может означать, вполне определенное. Нет, ну, то есть пишут какие-то компонентные составы, вот эти Е, но что скрывается под словом ароматизатор, идентичный натуральному, какой там внутри состав, этого же получается нигде нет. Я поясню, это действительно на самом деле. Нет, это есть, это есть там в нашей спецификации, это есть в нашей рецептуре, об этом знает о составе наш институт питания, там, ну, какие-то госорганы, вот, это действительно не напишется на состав продукты, потому что, во-первых, это коммерческая тайна, да, вот эту рецептуру малины, которая показала, это реально коммерческая тайна, вот, во-вторых, ну, вы же никто не записал. Вот, во-вторых, если там как бы все вещества в нем безопасны, одобрены нашим неким там институтом питания, да, то никакого вреда для вас не предоставляет. Мало того, если я вам распишу эту информацию для упаковки, это что-нибудь даст, вот, ну. Наверное, это даст какое-то дополнительное доверие, потому что мне вот эти Е ничего абсолютно не говорят, но когда я вижу, что состав указан на упаковке и в одном продукте, а в другом вообще ничего не указано, я все-таки лучше возьму, пусть там будет Е, но зато я знаю, что со мной честно играют. Вот сейчас я вам поясню. Ну, во-первых, Е и ароматизаторы — это разные вещи. Ароматизаторам, конечно, можно присылать индекс Е, но, представляете, там, 2500 веществ в возможных комбинациях, индексов Е не хватит ни одной большой советской энциклопедии перечислить. Во-вторых, любое вещество с индексом Е, Е — это номер в списке, это ничего страшного. Это значит, что это вещество проверено, это вещество безопасно, это вещество прошло необходимые клинические испытания, там, на мышах, вряд ли на людях, но, тем не менее, к этому веществу нет никаких претензий ни у госорганов, к этому веществу нет никаких претензий медиков, я имею в виду нормальных медиков, а не телевизионных. Это вещество обладает в продукте некой четкой технологической функцией, там, антиокислитель, оксидант, наполнитель, все что угодно, и это вещество безопасно. Вот если продукт сделан без индексов Е, понимаете, технология достаточно сложная, да, и сохранить там запах, вкус и структуру продукта через технологическую цепочку, это не так уж легко. И вот если продукт сделан без индекса Е, значит, туда тоже, скорее всего, что-то добавили. Вот что туда добавили, этого никто никогда не проверял, никто никогда не узнает, потому что у этого нет индекса Е. Потом, по поводу тех же индексов Е, знаете, интересная история случилась недавно. Два года назад, допустим, экстракт розмарина считался полезным натуральным антиоксидантом, которого все очень любили класть в разные продукты, потому что натуральный, у него не было индекса Е. Вот, в прошлом году ему дали индекс Е, и как-то сильно с него спрос упал. Слушайте, я правильно понял все-таки из лекционной части, что формулировка ароматизатора идентичной натуральному используется тогда, когда она делается именно на базе натурального продукта? Нет, то есть идентично натурально, по сути, там, это значит, что в этом ароматизаторе содержатся вещества, которые обнаружены в живой природе, но получены другими методами. Понятно, но они вполне существуют. Да, да, именно. То есть эти вещества, каждый из этих веществ, они являются натуральными, по сути дела, раз они присутствуют в живой природе. да, да, да. Различаются только способы получения, но не формулы. Да. Не просто в живой природе, а в пище, то есть это важно, да, и просто в живой природе там нефть присутствует, а именно в пищевых продуктах. Так, еще коллеги. Просьба вот так вот, чтобы звук шел прямо. Да. Меня зовут Павел. У меня два вопроса. А вот правда, что клубничный альдегид, это вовсе не альдегид, и вовсе и клубники никак не связано? Абсолютно правда, и мало такого искусственного вещества, которое сейчас почти никто не использует. Его в последний раз использовали, это уже, наверное, 10-15 назад. Сейчас никто его не употребляет, сейчас есть более логичные такие замены. Это правда, это не альдегид, это история по поводу того, что просто в свое время была классификация душистых веществ, считали, что пахнут только альдегиды, поэтому всем альдегидов прислали название С1, С2, С3, С4, С32 есть альдегид, который на самом деле тоже не совсем альдегид, или С18, который лактон, есть кубничный альдегид. А, ну и второй вопрос насчет прибора, который вы показывали, хроматограф или… Хроматмоспектрометр, да. Да, вот там в графике, вот интересно, что там по осям, я думаю, вообще, как он работает. Так, сейчас я попробую найти. Не, ну можете просто сказать. Я, не, я уж, я просто… Господи, где он там есть-то? О, вот этот график? Не, не, не. А, да-да-да, да, да, это. Ну, собственно, по осям это время выхода с колонки. То есть, ну там, как бы, по сути, там прибор-хроматограф, да. Массспектрометр, ну, хроматограф как работает? То есть, есть некая колонка, колонки фазы, которые может сорбировать летучие вещества. В колонке вкалывается экстракт, летучие вещества там испаряются, и с разной скоростью, за счет того, там сорбируются, 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 сорбируются. С разной скоростью они идут по колонке. Поскольку с разной скоростью тут и дано время. Получаются пики, то есть они у нас в какое-то время выходят. На каждом пике, то есть если детектор простенький, пламенационный, мы просто видим эти пики. Если у нас стоит на выходе масс-спектрометр, то мы каждое это вещество можем развалить, а компьютер его потом может собрать и показать нам, что же это за молекула. То есть при наличии достаточно продвинутой базы данных. То есть фактически таким образом идет идентификация. Спасибо. Меня зовут Мария, химию я учила в школе, давно ничего не помню. Вопрос такой, вот вы говорили, что есть аромат кофе натуральный, он неустойчивый. А реально, я так понимаю, в растворимый кофе, наверное, добавляют вот этот более устойчивый аромат? Не всегда, но бывает. А человеческий нос в состоянии различить эти ароматы? Да, разумеется. То есть они достаточно сильно отличаются? Нет, они не сильно отличаются. Разница между ними есть. Нет двух веществ, которые пахнут идеально, то есть одинаково. Вот разница между ними, конечно, есть. Человеческий нос вполне их способен различить. Но вопрос, как правильно подобран еще ароматизатор. Понимаете, потому что… А ароматы, которые идентичны, натуральны, уже отличить нельзя получается? Это тоже идентично, натурально, потому что фурфурил, у тебя вот цветат, он в живой природе найден. А, он, то есть там тоже есть. Он поэтому считается тоже идентичным натуральным. Он может быть не найден в кофе, я сейчас затрудняюсь сказать где конкретно, в каком он продукте найден, но в каком-то из продуктов питания он существует. Поэтому вящество считается идентичным, натуральным. Он может быть, кстати, и в кофе есть. В кофе кто ему мешает образоваться? там фурфурный каптан есть, фукусный кислота там есть, он вполне там образуется при жарке, ну, к примеру, то есть, поэтому... Ну, собственно, человек, который варит или наоборот растворяет кофе, очень часто сталкивается с тем, что разные сорта кофе дают просто разные ароматы. Так. Здравствуйте, меня зовут Анатолий, химик. Вот по поводу того способа, когда человек после хроматограммы нюхает, это буквально там несколько слайдов после, да, вот после того, как с хроматографической колонки у вас выходит вещество, попадая на детектор, оно чаще всего разрушается, что ПИД-детектор, допустим, там идет сжигание вещества, что хроматомасса, оно тоже разрушает вещество. Каким образом человек понимает вообще, какой запах после разрушения самого вещества? Там вещество не разрушается, там плит стоит просто и все, и одна часть идет на ПИД. Контрольная группа называется социологией. Он рисует как бы хроматограмму, а второй человек во время этого выхода он увидит, хроматограмма выходит, он нюхает. Но он и так нюхает, но параллельно он отмечает. Именно поэтому, собственно, на каждый пик он отмечает, потому что он видит и вещество, то, что видит прибор, и он видит то, что он нюхает. Поэтому становится возможным рисование такой картинки. Она полезна очень еще в том смысле, что те вещества, которые прибор не заметен, мы знаем, где их искать на хроматограмме. Если нам нужна их структура, то мы знаем, где их искать, что облегчает, собственно, потом установить, что это вещество. Если у веществ двух получится приблизительно одинаковое время удерживания, то вы почувствуете не факт, что вот именно этот пик, но, возможно, то маленькое вещество. Согласен вообще с этой точки зрения анализ ароматики — это история очень сложная, поскольку одно дело проанализировать жиженокислотный состав, где все понятно, есть одна колонка, один метод и все. Здесь набор веществ всех возможных, органических групп, альдегиды, эфиры, кислоты, пирозины, все что угодно, и как их проанализировать, целая история. Это действительно непростая. Спасибо. Меня зовут Наталья. У меня несколько вопросов. Начну с самого интересного. Сейчас очень пытаются создать виртуальную реальность. Всякие шлемы, в которые человек видит что-то происходящее. И, конечно, запах — это очень большая часть реальности. В частности, я читала про шлем, в котором человек пробует безвкусные печеньки, и когда он чувствует запах малины, он говорит, что есть полиновое печенье, ну и так далее. Вот с этим вы можете... Ну, тут, наверное, в будущем уже и печенье будет не необходимым. Когда он подбивается. Матологический конгресс, да? Что такое? Про виртуальную реальность. Вообще, кстати, ну, опять же, у нас в России нет, но в Европе, я точно знаю, просто даже в одной компании был, есть некие модели такие, достаточно продвинутые, которые фактически позволяют проектировать получающие запах на компьютере. На основании дескрипторов, то есть мы, грубо говоря, там выставляем какие-то дескрипторы на какую степень выражены нам, он нам подбирает на основании этого рецептуру даже такие вещи есть. Соответственно, если это автоматизировать в достаточной степени, то можно делать любые запахи, синтезировать тоже в автоматическом режиме. Ну, пока это сложно, но делается. По поводу запаха, что безвкусная печенька, ест малину, это вполне нормально, потому что вкус, собственно, малины, вот промелад, который давал, там можно положить любой ароматизатор, он будет, соответственно, вкус любого фрукта, потому что вкус малины мы воспринимаем, по сути-то, не языком, да, мы воспринимаем его как бы эпителем, и в случае, когда мы едим мармелад, вещества там испаряются с языка, попадают на обонятельные эпители, мы воспринимаем вкус малины. Никто не мешает нам вещества с этой стороны там в нос подать, и будет ощущаться точно тот же самый вкус малины, кто мешает. Поэтому фактически любое безвкусное печенье, ну, еще если в нос там впрыскивать аромат, вот можно получать любой вкус, и это действительно будет работать. Ну, как бы доказать это, на самом деле очень легко, вот вы с закрытым носом, да, попробуйте съесть какой-нибудь продукт, он будет абсолютно безвкусный. Вот как вы только откройте нос, он сразу появится вкус. То есть вот именно... Когда насморк, мы регулярно это пробуем. Да, 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 как раз. Еще можно я озвучу несколько самых типичных заблуждений, а вы их развеете, из тех, которые вы... Ну, или расскажете, по крайней мере. Первое, это что... Потому что касается синтетических армонизаторов, проблема с побочными продуктами и с катализаторами, которые как бы остаются в процессе синтеза по сравнению с СНДА. Вы там уже показали очень много веществ, которые содержатся в натуральных, но типа как катализаторы, органические растворители, то ли, можете что-нибудь сказать по этому поводу? Ну, содержатся, могут содержаться, да. Вот, что вы говорите. Ага, но именно... То есть, когда появляется... Ну, поясню, допустим, там тот же изомилотстат, который, да, он синтезируется из изомилового спирта, да, и уксанной кислоты, которые сами по себе тоже являются природными душистыми веществами и идентичными натуральными. Поэтому если мы их найдем немножко в продукте, их там образуется, ну и что? Ну, уксанная кислота в своем порядке, а деметилсульфоксид, это как-то не очень... А деметил... Подождите, а деметилсульфоксид это вполне естественный продукт молока, например, кипяченого. Вы зря смертесь, он там есть. Вопрос в концентрациях, да? Вопрос в концентрациях, естественно. Но тут еще момент с концентрацией, что если, грубо говоря, вещество недостаточно чистое, да, и в нем есть какая-то примесь, я его в армонизатор не буду использовать. Даже я его не буду. Во-первых, мне его никто не даст купить, использовать, да, потому что сертификация в России имеет свои недостатки, но... Потому что она даже недостатков имеет больше, чем преимущество, но она работает, как ни странно. И поэтому... Даже технически достаточно грязное вещество без пищевого сертификата, да, достаточно трудно использовать. Вот. Во-вторых, если, там, не знаю, мой продукт, который я купил, мне кто-то продал какой-то жулик, а он оказался грязным, он пахнет не так, как мне надо. И мне его класят в ароматизатор, мне дешевле его выбросить, купить нормальный, чистый. Окей, если на запахе заметно, то да. Но вот если брать фармацевтик, то там есть дженерики. Есть точка зрения, ну, от достаточно профессиональных людей, но и слышно, что разные дженерики, то есть лекарства, одни и те же, но разных производителей, разные именно за счет механизма синтеза и за счет частоты очистки. В ароматизаторах, если вы запатентовали какой-то один ароматизатор, то в зависимости от производителя он тоже может отличаться, в зависимости от того, насколько производитель был нелениво очистить? Нет, каждый ароматизатор, естественно, вообще уникален. То есть в этом смысле каждый ароматизатор, он имеет свой уникальный состав, потому что, естественно, каждый используемый компонент, если речь идет о натуральном, там вообще свой состав, каждый делает свою рецептуру. У каждого продукта нет на рынке двух одинаковых ароматизаторов, потому что у каждой своя рецептура, естественно, химический состав будет отличаться. Важно понимать, что вот эти примеси, которые там есть, они тоже идентичны натуральным, по сути. Нет, нет, вопрос был немножко о другом, я себя правильно понимаю. Вы проверяют именно способ производства или вещество? Что вы регистрируете? Ну да, в частности. Я, мой продавец, которому я покупаю сырье, либо если я покупаю на Западе, то я сам, я сертифицирую сырье. То есть если в России, то продавец, как правило. Если нас там с Запада тащим, то, соответственно, самим приходится через Минздрав все это гнать. Плюс конечный продукт, который мы, собственно, сделали, смешали из тех веществ, мы тоже отдаем еще на анализ, на него получаем отдельное свидетельство о госрегистрации. Это вот и с точки зрения закона. Нет, нет, вопрос был, если я правильно понимаю, все-таки еще в одном. Поскольку один и тот же ароматизатор, но производимый разными производителями, был вопрос о том, не будет ли какого-то эффекта чуть разных технологий, чуть разной очистки одного и того же ароматизатора. Вещества. Да, 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 да. Будет. Так, не будет ли это в таком случае приводить к каким-то другим эффектам, нежели были спрогнозированы? Я правильно понял вопрос? Сто процентов нельзя быть ни в чем уверенным, конечно. Но нет, не будет. Потому что, поясню, используются вещества достаточно чистые. То есть я не назову, что они там 99,99. Нет, такого, конечно, не бывает. Все-таки это порядка 98-99, как правило. Но те количества, в которых мы их используем, и те примеси, сам химический состав, которые их используют. Ну, грубо говоря, если вещество получено каким-то сложным синтезом через хлора и фосфина, то его вряд ли кто-нибудь вообще в пищевку одобрит когда-нибудь, потому что есть четкие различения, там, футгрейд, фрагнансгрейд и так далее. То есть поэтому, в принципе, можно быть уверенным, что вещество достаточно чистое. Исходя даже из самого метода получения, вот эти вот именно какие-то там страшные вещи, они там не могут образоваться. Не, ну, конечно, могут при желании, да, если найдется какой-то вредитель, он может все сделать. То есть избежать защиты от дурака тут нет. Но мы надеемся на благоразумие. Если я правильно понимаю, общий смысл ваших ответов на эти вопросы заключается в том, что степень непредсказуемости натурального продукта, неконтролируемого, по сути, значительно больше, нежели контролируемых каких-то микродобавок. Да, да. В общем-то, вот это, наверное, да, правильный будет вариант. Скажем так, да, вот с точки зрения состава сырья, полученных химическим методом, мы видим, знаем этот состав гораздо лучше, чем состав вещества, полученного там, не вещества, а там эфирного масла или там экстракта какого-то. Вот так. И, соответственно, мы можем прогнозировать какие-то свойства. Спасибо. Еще типичное заблуждение. Мне много раз показывали такой в интернет уходит лист, где е-такой-то вызывает тот и тот, е-такой-то. И спрашивали, как я могу это прокомментировать? Я говорила, что никак не могу это прокомментировать, потому что не являюсь специалистом по этому вопросу. Теперь я могу этот вопрос перенаправить. Можете что-нибудь сказать? По этому поводу, кроме уже сказанного. Вызывает и может вызывать. Это разные вещи. Если выпить 10 литров воды, то от этого можно умереть. На бутылке воды писать, что вода вызывает смерть. На самом деле, примерно так и происходит, потому что все вот эти ешки, они хороши в своих дозировках. Эти дозировки, они не просто законодательно установлены. Там, на самом деле, принцип достаточно простой. Все эти дозировки соответствуют реально необходимым. Если лимонной кислоты прописано, сколько-то грамм на килограмм, то больше ее и класть смысла нет, потому что иначе очень кисло и неприятно. Если там глутамата прописано столько, значит, больше… На самом деле, это мерзко. Если в майонез кладут 3% крахмала, туда не кладут 20%, потому что 20% крахмала в майонез вы положите, вы знаете, что получите? Вы получите кирпич, а не майонез. Я к тому, что могут вызывать, но для этого нужно создать специальные условия. Спасибо. Последний вопрос. Про глутамат. Есть такая убежденность, что он, цитирую, вызывает слепоту при неумеренном потреблении, причем это связано с не лево, а право вращающей формой. Как-нибудь можете прокомментировать? Ну, насчет вращающих, я показал, как его получают сейчас, 200 тысяч тонн в год. Его получают бактерии, вполне натуральные бактерии, вполне натуральными ферментами, вполне правильно вращающие формы. Я согласна. Не, ну, на самом деле, не, потому что если его получать химическим синтезом, то да, там есть проблема, там есть один замер, есть другой, есть проблема их разделения, вот, но здесь этой проблемы не существует, потому что там та же самая глутаминовая кислота, которая есть во мне, которая есть в каждом из вас, в продукте, именно так она обращает, куда ей надо. Вот. При неумерном потреблении он может вызывать слепоту, да. Неумерное потребление — это 20% от ежедневной диеты в течение, там, пары лет. 20% ежедневных глутаматов я на третий день уже не выдержу такую диету, если честно. При меньших содержаниях он почему-то слепоту не вызывает, ну, может быть, вызовет, конечно, но вообще не вызывает. Мало того, вот этот заменитый опыт на мышах, когда глутамат все-таки вызвал у них слепоту, когда кто-то там три месяца кормили, бедные мыши. А ничего смешного, вы знаете, что глутамат еще вызывает ожирение. Немецкие ученые… Я просто, извините, моя любимая тема. Немецкие ученые кололи мышам, значит, два или три месяца глутамат внутривенно. Мыши сошли с ума, начали жрать все попало, и ожирели. На основании этого был сделан вывод, что нужно контролировать содержание добавки в пищевых продуктах. Я бы сделал другой вывод, что нужно контролировать содержание глутамата в тех вещах, которые вы вкалываете внутривенно, в конечном счете. Ну, то же самое, на самом деле. Глутамат натрия, он вообще самая безопасная пищевая добавка из всех существует. Он реально безопаснее крахмала. Ну, крахмал безопаснее, конечно. В тех количествах, в которых мы его используем, вообще ни одно государство, ни один Минздрав, ни один институт медицинский нормальный в этом не сомневается. Спасибо. — Слушайте, сейчас будут еще вопросы. Я хочу чуть-чуть вернуться, можно сказать, к экономике науки. Вот я все-таки не понимаю. Если я правильно понимаю, ваша специальность вполне востребована рынком. Просто она, ну, эта отрасль сейчас развита, развивается в самых разных странах. А почему вы говорите, что у нас так забита эта сфера, что никто этим не занимается? Я понимаю, когда есть проблема с занятиями какой-то сферой науки, где нужно, условно говоря, для занятий много денег, и она никак в данную секунду не находит применения. Но если это вот прямо горячее, применимое и так далее, почему? Понятен мой вопрос? — Понятен, да. Во-первых, наверное, из того, что данная конкретная отрасль, она изначально была вообще чисто коммерческая. Да, вот компании, там, впервые мировые вот эти гиганты, которые сейчас называются, там, Живода, ФФ, Живодана, ФФ, Симрайс, вот, ну, реально тройка мировых лидеров, они с 30-х годов существуют на рынке, и, в общем-то, вся научная база, там, некоторые данные, которые я приводил, да, они, на самом деле, получены ими, а не какими-то там научными институтами и так далее. Вот. И, ну, мы в России, в принципе, от этой темы отстали очень сильно, потому что, ну, еще 15 лет назад в России вообще не было никаких таких сильных производителей. Ну, есть один производитель в Питере, не могу сказать ничего хорошего, ничего плохого, но назвать его научным достаточно тяжело. И, в общем-то, и назвать меня научным тоже достаточно тяжело. То есть, собственно, я пользуюсь результатом, ну, грубо говоря, труда других людей, вот, в плане теории. Вот. И, ну, как много, наверное, нас догнать это будет очень тяжело, если вообще возможно. А в связи с, вообще, в принципе, с тенденцией вот этого вот какого-то отрицания всего нового, отрицания новых технологий становится, в общем-то, еще тяжелее. А почему этим не занимались в научных лабораториях? Собственно, это вполне… Нет, в России занимались. Занимались, да. Был институт душистых веществ, да, был Калуга-аромосинтез, крупнейший комбинат. Так, а дальше? Так получилось, что, в общем-то, во время перестройки все это исчезло, и все, и все. То есть, не нашлось срочных текущих заказов, и люди стали невостребованными просто? Ну, на какой-то моменте, понимаете, скажем так, мы стали неконкурентоспособны реально по сравнению с Западом, потому что та же ароматика западная, ну, сейчас в меньшей степени, а те же, там, 15-20 лет назад в очень значительной степени, она действительно была в разы, там, в десятки раз качественнее наша, она действительно была лучше, там, на запах, на вкус, она действительно была более стандартизирована как-то, более стабильная, вот. И особенно все это наложилось на перестройку, что вообще нашу эту часть промышленности, ну, немножко вогнал назад. Да, спасибо. Еще там были вопросы, руки. Здравствуйте, меня зовут Евгения, я инженер-эколог. И у меня такой вопрос, заговорили про глутамат, и сразу ассоциативный ряд такой. Лет 10 назад, поздно ночью, я смотрела телевизор и видела такую зеленую массу, выдавливаемую на ленту, ну, соответственно, по производству каких-то либо продуктов. Так вот вопрос, из чего делается лапша-доширак? Лапша-доширак делается из-за муки, жира, воды, яичных каких-то продуктов, вот. В общем-то, все, да. То, что касается специй, ну, по сути, это ароматизатор. Я, кстати, принес. Не, я просто могу показать, как это выглядит, если интересно. Пущу. Ну, как ароматизатор делается, примерно объясню. Естественно, там есть либо глутамат натрия, ну, там соль, да, глутамат натрия. Вместо глутамата натрия могут быть использованы какие-то там растительные белки гидролизованные, либо, ну, их сейчас редко используют. Как правило, все-таки дрожжевые экстракты идут. По сути, то же самое, но только гидролизатор дрожжевого белка. Просто так получилось, что дрожжевой белок сейчас дешевле, чем растительный, поэтому используют его. Ну, в общем-то, а что там больше нет? Ну, пальмовое масло капля. Ближе, микрофон, микрофон. Не, ну. Чего зеленого там нет. Может быть, в каких-то отдельных видах есть, но в целом... Простите, а в каком смысле зеленого? Зеленого, в смысле? У меня всего вида, что с ней там что-то делают, она потом становится оранжевая. Да нет, ну... Может быть. Необычная лапша, там нет ничего там секретного, так же, как любая лапша, просто она там в связи с тем, с особенностью каких-то компонентов, я не могу сейчас говорить каких-то четко, она вот приобретает эти свойства быстрого заваривания. Те же там белки, жиры, углеводы, то есть... Спасибо. Так, да. Иван, я уже задавал один вопрос. Вот у меня такой вопрос. А кто у нас в мире первый по этим ароматизаторам? Кто больше всего вкусов производит, компонентов? Кто в науке первый? Вы чуть-чуть начали фирмой, а вот по странам и так далее? Не по странам. Сейчас как бы это все, все-таки много национальной какие-то компании. Первая десятка, 8 из них точно мультинациональные компании. Лидер, конечно, сейчас, можно называть, компания Живодан, это безусловный лидер во всем мире по ароматике. То есть это действительно очень серьезная научная база. Тот завод, на котором когда-то Джулиус Маги сделал свои первые бульонные кубики, сейчас как раз Живодан успешно функционирует. Производит не кубики, но функционирует. Находится в Швейцарии, группная база у них в Австрии. Ну и у них очень много исследовательских центров по всему миру. Ну так же, как и у других компаний-лидеров, которые достаточно сильные. А у нас какие-то лаборатории, связанные с мировыми лидерами в этой области, не собираются создавать? Нет, я вполне серьезно. Я надеюсь, меня не смотрит мое начальство. Я не слышал такого. Кстати, для меня это вообще удивительно, потому что даже во всех странах, в Африке несколько подразделений, они открыли Чили, Бразилию. В России открывает один из крупных холдингов, сейчас мультнациональный как раз, открывает завод в Московской области, но открывает его уже три года. Поэтому чем это закончится, как бы тоже неизвестно. Ну, опять же, тот завод, он не будет исследовательским, там будет исключительно производство. То есть они по фабрикатам будут, грубо говоря, сюда возить и делать. А так вот не слышал каких-то таких планов. Спасибо. Еще вопросы? Я вообще хотела бы узнать, вот где в России, в Москве или в Питере можно обучиться искусству флевариста? Потому что это такая вещь, вот я хотела поступать в аспирантуру, по этой теме. Я даже не знаю, куда. И как это вообще делается? Потому что действительно, вы правы, Франция, Италия, Германия — это лидеры, и все происходит там. Все ароматизаторы создаются там, а к нам привозят только одушки. И никто… Ну, ладно, говорите. Ну, как бы в основном, производство выглядит так, потому что все… И где этому можно научиться, и как это вообще сделать? Вот вы состоите в Британской ассоциации какой-то, вот насколько я читала про вас, да? И как вам это удалось в России научиться этому? Ну, как в Британскую ассоциацию может убить любой флеварист, там особенных усилий каких-то не надо, да? То есть там на самом деле достаточно разумный список требований, вступаешь и участвуешь. То есть я как бы этим… Не то, что я не кичусь этим, это как бы, ну, знаете, это не академия наук, куда действительно трудно попасть. Это, ну, обычный такой, как бы, междусобочек, ну, типа профсоюза, да? Вот. Который, в принципе, ничего не дает, но ничего и не требует, честно. Так, и как можно стать флеваристом? Флеваристом можно стать. Я стал случайным, думаю, все мои ребята тоже стали случайным. В России этому, не знаю, меня никто не учил, то есть так получилось просто, что в один момент я попал на такое производство и как бы учился на своем опыте. Мало того, всех тех флеваристов, которые я знаю, западных, они, собственно, точно так же всему научились. То есть каких-то научных центров на базе институтов там и так далее, ну, явно выраженных нет. Там есть в Англии, там институт, который занимается в Франции, но так, постольку-поскольку, целенаправильно учат. В основном как раз каждый из мультинациональных холдингов, она имеет некий там департамент, который занимается обучением новичков. То есть вот если вот это целенаправленно, надо попадать туда. То есть я был бы счастлив попасть туда, но не получилось в свое время, сейчас уже, наверное, поздно. Это вот если научиться. А почему не настроено какое-то такое нормальное преподавание в ВУЗе, соответствующей, пищевой, не знаю, или какой-то еще специальности? Профессия достаточно такая, очень узкая и на самом деле нераспространенная. Поэтому, грубо говоря, занятость мне моей по профессии, я сейчас себя реализую, в принципе, доволен всем, но если взбреди мне в голову куда-нибудь уйти, мне на самом деле уйти-то будет некуда. И так же все остальные. Поэтому целенаправленно во всем мире компании готовят людей под себя, то есть людей, которые будут целенаправленно работать у них. И это неоткрытый рынок, неоткрытый рабочий рынок. А сколько людей в мире этим занимается? Все-таки неоткрытый рабочий рынок, но вот сколько? Это порядок десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Что это? Ну, может быть, несколько тысяч. Думаю, вряд ли больше. Весь мир. Ну, надо понимать, что даже исследовательские штаты, там того же вода, но от силы там пару-тройку тысяч сотрудников. То есть, ну, не так много. То есть в России это, реально, я думаю, десятки, в мире максимум тысяч. То есть в Европе это более распространено, ну, там, в Америке. Не так много. То есть, в принципе, даже все друг друга знают. Ожидаете ли вы, что там по мере развития биотехнологий, по мере развития химии это как-то станет более массовой профессией, это станет нормальной образовательной рельсой? Я думаю, что именно вот создание ароматов в том виде, в котором сейчас, взять какие-то вещества, там, понюхать, мешать, именно вот этот момент креативности, то, что требуется, когда не просто по анализу, по рецептуре глупо собрать, а именно вот что-нибудь подумать, как это улучшить, как сделать, это уже уходит, на самом деле, в прошлое, вместе как с парфюмерией, мы как некий всплеск, но потом все равно идет в прошлое, потому что все равно есть переориентация на ту же биотехнологию, на ту же компьютерное моделирование. Уже сейчас там все эти детальности анализа и наличие мощных каких-то вычислительных вещей, тем более, если мы сейчас окончательно там расшифруем все эти там, как там структуру всех рецепторов, как эти вещества действуют, мы сможем научиться прогнозировать это все настолько детально, что в общем-то профессия станет, я думаю, что особо и не нужна. То есть эта профессия станет нужна, но уже в совершенно новом, таком цифровом виде. То есть, грубо говоря, да, все-таки качественный переход произойдет. Спасибо. Еще вопросы? Снова Анатолий. Вы сказали, что, так сказать, впереди планеты всей мультинациональные компании, которые в том числе расположены в Европе. И насколько я знаю по поводу этих Е, что в Европе существуют такие Е, которые в Европе запрещены, а в России нет. Почему, если мы как бы стремимся за ними, такая ситуация сохраняется? Я таких, я не знаю. Иногда такое может случиться именно в связи с тем, что мы копируем европейское законодательство с опозданием. То есть, грубо говоря, если в Европе в этом году запретят какой-нибудь краситель, мы через два года его тоже запретим, это однозначно. Мало того, запрещенный, ну, это чтобы пояснить, что на самом деле таких продуктов нет. И когда мне это уже говорят, что глутамат натрия в Европе давно запретили использовать, смешно, его никогда никто не запрещал использовать. Я потерял мысль. В общем, несоответствие законодательное может быть только связано с запозданием. Ну да, да, да. И мы на самом деле, как бы таких каких-то детальных исследований у нас сейчас в России по безопасности именно не проводится. Мы все-таки, насколько я читаю, насколько я знаю, ну, проводится, проводится. Я не говорю, что у нас совсем ноли. Да, но вот какие-то вот такие законодательные вещи мы копируем с Европы. Я думаю, может быть, даже это и к лучшему, чтобы как-то все это унифицировать в единую глобальную систему, потому что писать свои законы. А потом есть некоторые вещи, знаете, некоторые страны, там, избиратели ничего не запретят, но это не значит, что вредно. К примеру, там, те же Штаты, там, еще в 70-х годах, цикломат там запретили. Он у них считается, нельзя употреблять продукт, весь мир его употребляет. То есть, ну, потому что реальных там причин его не употребляют, ну, как бы запрещать его не обнаружено. В Америке по какому-то подозрению запретили. Есть какие-то другие вещи. А почему запрет не отменили? Почему как бы никто не борется? А у них там, короче, у них там какая-то хитрая поправка есть в кодекс, что если один раз вещество, типа, заподозрено в чем-то, то ему все, значит. И вот они, лоббисты, вот это производители цикломата, цикломат, кстати, придумали именно в Америке и придумал, кстати, выходить из Одессы. Лоббисты этих цикломатов до сих пор там, каждый два года шлют им, типа, верните цикломат, верните. А они говорят, не вернем, не вернем. А в Европе он разрешен? Да, в Европе он, в большинстве стран разрешен, у нас он тоже разрешен, но у нас лимитирована дозировка. То есть в чистом виде, грубо говоря, мы его не можем использовать, только в смеси с другими посластителями. А где он используется, например, в каких продуктах? В газировке, самого низшего сегмента, вот в газировке, там, в качестве посластителя он используется. Я не могу сказать, что он очень вкусный, но он дешевый. Можно мой вопрос, Наташа? Скажите, а вам нужен для вашей профессии хороший нюх? Помните герой известного фильма официальный Лиза Финдрих? Он свой нюх берег от стрессов. Вам нужно беречь свой нос от стрессовых запахов, каких-то неприятных? Спасибо. Ответа скорее нет, чем да. Мы все-таки по специфике не делаем аромат для среднего человека, то есть делаем продукт для среднего человека. Мы не делаем шедевры каких-то кулинарного искусства. Мы делаем продукт, который будет массово выпускаться, будет массово ценим средним человеком. И даже причин искать вот эти нюансы, как правило, и нет этих нюансов, но и причин их искать особенно нет. Если это отчетливые, хорошие, узнаваемые малины, стабильные выхранения, которые дают четкий запах, в принципе, этого достаточно. Желательно, конечно, как-то разбираться. Важна, скорее, знаете, некая память и желание анализировать то, что можно было понюхать какой-нибудь, не знаю, тот же апельсин и разложить его в голове, постараться, что же там какие-то вещества содержатся. Вот это гораздо важнее, чем вынюхивать какие-то нюансы. А вообще насколько обоняние развиваемо, как развиваем музыкальный слух? Самого обоняния, наверное, нет, но вот это вот, понимаете, развивается даже не обоняние, а как-то способность анализировать именно все-таки мозг. Обонятельное сольфеджио? Я не знаю, можно, наверное, так сказать. То есть, грубо говоря, если поначалу, когда я нюхал что-то, ну, я нюхал, я понимал, это малина, или это клубник, или это вишня. Сейчас у меня профессиональные заболевания, я нюхаю вишню, я понимаю, ага, это бензолидогид, это гексиоцитат. Ну, то есть, вот в этом плане очень важно. Собственно, это самое трудное, вот этому учатся, как раз вот, когда, ну, человек, который делает травмонизаторы, ему нужно учиться, вот как раз вот стараться, вот анализировать в этом ключе. Потому что в конечном счете вишня пахнет не вишней, вишня пахнет там бензолидогидом. Нужно уметь это различить. Да, понятно. Так, еще коллеги вопросы. Вот в парфюмерных магазинах, да, сейчас такая новая тенденция, молекулярные духи. Что это такое? Вы с таким сталкивались понятием? Я честно скажу, не сталкивались. Не сталкивались. Потому что начинают там рассказывать, вот вы придете, вот побрызгаете на себя, и через какое-то время он начнет так раскрываться, и это будет не ваш запах тела, а вот там какой-то приятный аромат. Я, кстати, могу такое сделать. Не, ну, я не знаю, как это работает, но я могу такое сделать, да. То есть некоторый эффект, отложенный активацией запаха? Нет, на самом деле, собственно, опять же говорю, пищевые технологии производства ароматизаторов, она не ограничится тем, что перечислил. Можно там сделать, интересно какие-то вещи, засунуть ароматизатор в какую-нибудь микрокапсулу, да, вот, ну, словно, потом она, соответственно, в виде этого, там будет в виде какого-то мелкого порошочка, он, например, пахнуть вообще не будет. А когда там эта капсула разрушится, там в результате, там, не знаю, либо, ну, вы видите, вот типичный пример, чай ароматизированный, вы завариваете, чай, пакетик, он не пахнет. Вы его завариваете кипятком, там вот такие капсулы, они как бы разрушаются, аромат выходит. Вот, то есть, можно такие какие-то эффекты делать. На самом деле, там возможностей придумать, возможностей творчества еще остается достаточно. Александр, химик. У меня вопрос по, опять возвращаюсь к прежнему, страшилке. Вот, говорят все, глутамат-глутамат, ужасно опасный. А почему-то в обычном, в обычной публике, среди обывателей, никто не боится ароматизатора горчицу идентичному натуральному, который действительно идентичен натуральному. Я читал вашу статью и знаю все это и по своему опыту. Расскажите, пожалуйста, народу, если можно. Спасибо. Не боится или наоборот боится? Нет, именно вот не боится никто. Нет, боятся, почему? Именно горчицы. И горчицы боятся. И майонеза не боятся, майонез едят в огромное количество. Я вам скажу, мы иногда... Слушайте, а вообще есть что-то, чего не бояться? Нет. По поводу добавок, просто... Я просто люблю в магазинах людей пугать. С супругой идем, что-нибудь выбираем, я отмайнаю слово марш, там глутамат, ароматизатор, Е400, давай возьмем. Очень интересно получается наблюдать. Ну, на самом деле, это может нечестно, конечно, но... А что за история с горчицей? Не, ну, как бы... В горчице есть... Вернее, в горчице на самом деле нет вещества, которые пахнут горчицей. В горчице есть такая сложная молекула, гликозинолат, которая содержится, она и содержится, никакого эффекта не играет. А вот когда какая-нибудь коровка решит поесть эту горчицу, она задевает ткани растения, и там гликозинолат смешивается, в общем-то, с ферментиком, и выделяется вот это вот вещество, которое мы воспринимаем как запах горчицы. То есть формально вот этот аромат горчицы, это не аромат натурального продукта, это аромат, который растение... Это вещество, которое синтезирует растение, чтобы отпугнуть или вообще убить своего врага. Вот, по сути. Сотрудняется то, что мы видим в горчице, то, что мы видим в горчичниках. Сам процесс вот этого заваривания горчичного порошка с выделением вещества, это вот фактически вариант цена на ту тему, что корова съела растение. Собственно, ароматизаторы — это как раз вот это вот отдельное вещество. То есть мы не используем какие-то гликозинолат, обрабатываем ферменты, мы получаем химическим методом это вещество, лилозатетсонат, используем в качестве ароматизатора для горчицы. По сути, это ничего не меняет, только упрощает технологию. В общем, никакого секрета здесь нет, как и во многом. Так же, как в том же, на самом деле, запаха миндаля, растение миндаль, он не придумывал свой запах, чтобы нас как-то привлечь. Он придумал некий способ защиты, чтобы в результате того, как его съели, он выделил яд, синильную кислоту, и тот, который съел, он чтобы глубоко об этом пожалел. Мы же научились это использовать себе как бы во благо. Спасибо. Спасибо большое. Очень практично, очень интересно. И да, мы очень любим выяснять, чем еще нам врет телевизор. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.